Вы знаете, так получилось, что Бог как-то заставил меня задуматься о цифре 31. 31 декабря, последний год, и вот я задумался про цифры 31 не потому, что я как-то верю в нумерологию и верю как-то в особую святость или силу некоторых чисел, нет. Но как-то вот так получилось такое очень интересное совпадение. Люди моего поколения и старше, помните, какая машина в советское время считалась самой желанной? Какая? Конечно, Волга. Это была машина Волга, она была героем некоторых даже фильмов, там помните 21-я Волга, главный персонаж фильма «Берегись автомобиля». Потом на смену 21-й Волге какая пришла? 24-я Волга. Конечно же были там машины типа «Чайки» там всякие, но те машины уже не продавались как-то для обычных людей. Эти машины тоже, Волге тоже было очень трудно купить, но тем не менее некоторым она доставалась, вот эта 24-я Волга. И вы знаете, уже как-то в 70-е годы было понятно, вот можно фотографию 24-й Волги, да? Где-то уже к концу 70-х годов уже было понятно, что вот эта Волга, самый такой желанный, может быть, советский автомобиль такого широкого потребления, уже как-то несколько устарел. Стали на западных машинах представительского класса использоваться и фары уже, не круглые, а такие квадратные фары. И возникло желание, конечно же, создать новую машину. Ее долгое время создавали, долгое время проектировали. И вот, там, долгая история, но к началу 80-х годов была разработана новая Волга, 31-я Волга. Можно вот фотографию 31-й Волги. Вот, которая тоже, как и все предыдущие Волги, должна была прежде всего обслуживать чиновников, партийных, там, функционеров разных. То есть эта машина была в гаражах, при обкомах, там, горкомах, вот такая машина была. И вот в начале 80-х годов ее спроектировали, там еще в 70-е была Волга 31-01, там первый вариант. Вот, и вот Волга 31-02 в начале 80-х годов, в год смерти Брежнева, появилась на дорогах. Ну и, конечно же, она в основном возила партийных функционеров. Пока в конце мая 1983 года в Москве не произошла авария с одним из крупных чиновников. Водитель делал обгон на этой машине. И вдруг отказала тормозная система, и произошла авария. Хотя вроде бы она была не со смертельным исходом, но с важным человеком. И потому тут же забили тревогу. Как это так? Вот, машина, которая везла важного человека, вдруг попала в аварию из-за проблем с тормозной системой. И в то же самое время, это конец мая 1983 года, еще стали поступать информация об авариях. И опять с этой же самой машиной, Волгой 31-02, важные люди. Поэтому подключилась тут же генеральная прокуратура, объявили ЧП, генеральный директор завода ГАЗ слег в больницу с инфарктом. Потому что там ему угрожали тюрьмой и прочим-прочим, что это чуть ли не провокация. И все силы были брошены на то, чтобы узнать, а в чем проблема. А в этой машине, она не только внешне отличалась, там, может быть, главная отличительная особенность этой машины была в том, что она была более тяжелая. И поэтому барабанные тормоза были заменены на дисковые тормоза. Ну и сначала, конечно же, подумали, может быть, эти дисковые тормоза, они как-то не подходят для вот этой новой машины. Может, она, вроде бы, тормоза лучше, но машина стала тяжелее. Может быть, тормоза не справляются. Стали проводить разные эксперименты. Но оказалось, что эти тормоза, новые дисковые тормоза, они идеально подходили для 31-й Волги. Долго ее испытывали, эксплуатация этой Волги была запрещена, хотя, вроде бы, уже 400 машин выехало по дорогам Советского Союза и возили важных людей. Но даже ГАИ получило предупреждение останавливать эти машины. Ее было запрещено выводить из разных гаражей, там, правительств, горсоветов, обкомов. Пока не выяснится причина, почему же отказывают тормоза. Вот, и она была запрещена в эксплуатации. И вот инженеры смотрели и проводили там разные испытания, но никак не могли найти причину. Пока случайно не было обнаружено, что проблемы с этой Волгой были в обычном нашем русском головотяпстве. А было дело в том, что на 24-й Волге использовали такую тормозную систему, которая называлась БСК. БСК, у нее была температура, можно вот само, даже я нашел фотографию этой тормозной системы БСК, у нее была, она закипала при 90 градусах. А на 31-й Волге уже нужна была новая тормозная вот эта жидкость, называлась она Нева. И в инструкциях по эксплуатации новой Волги было прямо красным выделено, что на новой Волге использовать только тормозную жидкость Нева. Но вы знаете, как обычно происходит в нашей стране, а в нашей стране обычно инструкция должна начинаться со слов таких, ну что, сломали? Потому что пока мы не сломаем инструкцию, мы не открываем. И несмотря на то, что там было как бы красным выделено, что нужно использовать только вот эту тормозную новую жидкость, поскольку в этих правительственных гаражах по эксплуатации старых 24-х Волг было множество вот старой тормозной жидкости БСК, вот то механики и думали, ну для той подошло, значит и для этой подойдет. И они спокойненько заливали вот эту жидкость БСК в новые машины. И вот не случайно, что именно в конце мая в Москве, в Москве было, конечно же, больше всего этих новых машин, именно в конце мая, когда наступили теплые деньки, то есть сама вот эта система новая тормозная, она была более зависима от температуры, да, и плюс теплые деньки наступали, и тормозная жидкость, которую залили не по инструкции, старая тормозная жидкость начала вскипать, педаль тормоза пропадала, и происходили аварии. И получилось, что вот на долгие-надолгие годы был отложен выпуск вот этих машин, только по одной причине, что механики не обращали внимания на какие-то детали инструкции и продолжали действовать по старинке, что привело к многим авариям и к тому, что если бы эта машина как бы и была запущена в начале 80-х, может быть, у нее и судьба была другая, а поскольку там ее отложили и продолжали выпускать 24-ю Волгу, пытались выяснить проблемы, время было упущено. И когда уже начали выпускать 31-ю Волгу, то она уже к этому моменту устарела. Вы знаете, когда я узнал об этой истории, я тут же вспомнил другую историю, похожую историю, но уже из Библии, из Ветхого Завета. И давайте откроем вместе с вами книгу «Исход» 17-ю главу. Книга «Исход» 17-я глава. Этот рассказ, когда народ Божий уже вышел из египетского рабства и направлялся под предводительством Моисея, человека Божьего, в обетованную землю. И вот смотрите, «Исход» 17-я глава с 1-го стиха. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположились там в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея и говорили, «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей, «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморил жаждой нас, и детей наших, и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал, «Что мне делать с народом Сим? Еще немного и попьют меня камнями». И сказал Господь Моисею, «Приди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде, и возьми в руку твою и пойди. И вот я стану пред тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Мы часто говорим о том, что исполнение воли Божьей не означает, что в нашей жизни теперь не будет проблем. В нашей жизни теперь появляется тот, на кого мы можем уповать, кому мы можем обращаться, за кем мы можем следовать. Но тем не менее проблемы остаются. Вот почему в жизни израильского народа не просто были проблемы в Египте. Когда они вышли из Египта, они регулярно сталкивались с сложностями, со всевозможными трудностями, что побуждало их искать лица Божьего. И вот мы видим, люди жаждут, воды нет, жара, пустыня, все там вскипает, как в этой тормозной жидкости Волги, да? Дальше идти никто не может. Ну и начинают требовать, давай нам воду, давай воду. И вот Моисей молится Господу, говорит, «Господь, ну сейчас люди растерзают меня, если они не напьются». На что Господь ему говорит, что у тебя, у тебя жезл, да? Вспомни, как ты ударял жезлом по воде. И когда в действительности израильский народ еще выходил из Египта, и мы помним, фараон не хотел отпускать народ, потому что ну какой правитель согласится просто так отдать своих рабов? Нет, никакие олигархи, никакие рабовладельцы, работодатели не хотят. Вот идти на это. И поэтому там мы видим, Бог начал являть свои суды. И один из судов, когда Моисей взял жезлу и ударил по воде Нила, и вода, пресная вода превратилась в кровь, из-за чего там наступили проблемы, стало все смердеть, помните? И вот Бог говорит, помнишь, как ты ударил этим жезлом по воде Нила, и произошло чудо. Точно так же возьми этот жезл и ударь по скале, и будет вода. И вот Моисей ударил по скале, пошла вода, проблема была решена, люди напились, снова стали счастливыми и довольными. И вот смотрите, прошло время, и уже в книге чисел, в 20 главе, мы читаем второй стих. «И не было воды для общества». Видите, опять жажда, опять недостаток воды. «И собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту землю, в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему». Видите, похожая проблема, похожее поведение народа. Опять крайние Моисей и Аарон. Опять причитание, что нам делать. Опять мы умрем. Наш скот умрет. Для чего вы ввели нас из Египта? Чтобы привезти нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья. И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу с Киньей собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господне, и сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл, собери общество, да? Ты, Аарон твой, брат твой, и скажи в глазах их скале, и он отдаст из себя воду, и так как ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество, и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество, и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Эта вода Мериевы, о которой вошли в расплю сыны Израилевы с Господом, и Он явил им святость свою». И вы видите, очень похожая история. Опять нет воды, опять люди недовольны, опять люди ропщат, опять делают крайними Моисея и Аарона, опять Моисей и Аарон идут к Богу и молятся, то есть все очень похоже. Опять Бог ему говорит, у тебя жезл в руке, возьми жезл свой, да? Но вот некоторая, казалось бы, маленькая разница, если до этого Бог повелевал этим жезлом ударять, да? Ударять по воде сначала, по реке Нилу, потом ударять по скале, то тут Бог ничего подобного им не говорит. Бог наоборот говорит, возьми жезл и скажи скале этой. «Но Моисей словно пропускает эти слова мимо ушей и начинает действовать по старинке. И поскольку, наверное, проблема была очень большая, и воды нужно было очень много, он не просто уже ударил по скале, а два раза ударил по скале, и написано «пришло много-много воды». «Вроде бы проблема была решена». Вы знаете, очень похоже, как вот ситуация с этой Волгой. Выпустили Волгу, и смотришь, она вроде бы какое-то время ездила, там пока были особенно эти холодные зимние дни, там не было большой температуры на улице, тормозная, старая жидкость вроде бы не скипала, худо-бедно машины эксплуатировались до поры, до времени. И тут тоже вроде бы проблема была решена, но Моисей использовал старый метод, не послушав слова Господа, не сказал это, а по старинке, как он делал это у Нила, как он это делал там раньше, стал бить по скале. Хотя Бог говорил уже иначе. И вот почему Бог сказал, да, вроде бы проблема решена, вода появилась, но вы, Моисей и Аарон, уже не введете народ Божий в обетованную землю, потому что вы ослушались, ослушались Господа. И вы знаете, тут мы сталкиваемся с очень важной проблемой, которая нам показана в Священном Писании. То есть с одной стороны, конечно же, у нас есть духовный опыт, у каждого из нас, особенно у тех людей, кто уже не первый день в церкви, есть определенный духовный путь за вашей спиной. У вас были разные сложности, у вас были разные проблемы, вы взывали к Господу, Бог давал какие-то ответы, какие-то решения. У каждого верующего, кто не первый день в церкви, есть различные свидетельства, как вы сталкивались с трудностями, и как Господь проводил вас через трудности. И с одной стороны, это здорово и хорошо иметь духовный опыт, но с другой стороны, всегда есть искушение переставать искать Господа сегодня, слушать Его Слово сегодня, а начать верить в свой прошлый опыт и действовать сегодня, так как ты действовал вчера и третьего дня, но ведь это же третьего дня работало, ну вчера же это как бы работало, нормально все было. Значит, и сегодня сработает, хотя время сегодня, это может быть уже другое, и воля Божья другая, и Бог может тебе говорить другие вещи, но ты перестаешь Его слушать сегодня, потому что ты словно жив, как бы вчерашними молитвами, вчерашними откровениями и вчерашними благословениями, а сегодня Бог желает действовать по-новому, потому что Слово Божье говорит, что Он делает все новое, но ты залил вчерашнюю тормозную жидкость в современную машину, и смотришь, вчера тормозило, а сегодня духовная авария, вчера работало, а сегодня проваливается педаль тормоза, и ты не можешь затормозить, и ты в отчаянии, и как обычно происходит у людей, мы начинаем крайними искать Господа, мы часто не понимаем, что проблема в нашем головотяпстве, мы думаем, ну как так, ведь вчера работало, сегодня я делал то же самое, должно работать, получается, я уже не виноват там, и начинаешь искать часто какие-то там интриги, как вот искали, может быть, там заговор, может быть, там какие-то враждесилы специально, какие-то ошибки в работу машины ввели, чтобы происходили аварии, и точно так же мы порой, мы ищем проблему там, бедцы, демоны, дьявол, то есть мы всегда, мы не виноваты, мы хорошие, мы все делаем нормально, вчера работало, сегодня тоже должно работать, если не работает, значит проблема не в нас, проблема может быть в духовном мире, или еще в чем-то, а все дело в том, что Бог нам дает свое слово, и Бог нас ведет, и Бог желает, чтобы мы сегодня слышали Его глаголы, чтобы мы сегодня были в контакте с Ним, поэтому апостол Павел говорит, непрестанно молитесь, то есть непрестанно будьте в контакте с Ним, потому что все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи, и конечно, знаете, в полной мере эта проблема проявила себя в Новом Завете, когда появился Новый Завет, да, закон пришел через Моисея, о благодать и истина, через нашего Господа, Иисуса Христа, и вот смотрите, Деяние апостолов, 15 глава, это знаменитая история, которая, по моему мнению, как-то неосознанно церковью, это, можно сказать, первый такой апостольский собор, когда апостолы собрались для решения проблемы, возникшей в первой церкви, мы вот тоже порой идеализируем первую церковь, но там было немало проблем, и вот одна из проблем, смотрите, Деяние, 15 глава, 1 стих, «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись, когда же произошло разногласие, и немалое состязание у Павла и Варнава с ними, потому что Павел же как раз был апостол для язычников, он ходил по многим городам, по многим странам, и проповедовал Евангелие, и появились эти иудействующие, верующие, которые говорили, ну, то, что вам Павел говорит, это хорошо, но необходимо еще и обрезываться по обряду Моисееву, иначе, ну, толка от вашей веры в Иисуса нет никакого, вот если вы верите в Иисуса и еще обрезываетесь, вот тогда вы можете спастись. И вот смотрите, было немалое состязание у Павла с ними, то положили Павлу и Варнами, и некоторым другим из них отправляться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Ну, потому что вот сегодня, конечно, апостол Павел для нас это, ну, чуть ли не главный апостол первой церкви, потому что большая часть Нового Завета была написана апостолом Павлом, но в то время было не так. К апостолу Павлу относились, ну, не с тем пиететом, как сегодня, потому что, да он вообще даже не был среди первых апостолов, вот среди тех, кто был вокруг Христа, он при жизни-то, и Иисуса Христа не встречался с ним, он не был среди двенадцати, поэтому какой там авторитет? И вот Павел и его сподвижник Варнава должны были идти в Иерусалим, вот к таким известным в то время апостолам, которые были при жизни Иисуса Христа, Петр, Иоанн и другие. И вот, смотрите, и так, быв провожены церковью, они проходили финики и сирию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверст дверь верой язычникам. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев». Что интересно, тут вот язычников, это добавлено, видите, в Священном Писании, то есть, должно обрезывать и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. «Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела». То есть, они собрались, и там сначала Петр выступил, да, рассказал, как через него покаялись язычники, были крещены Духом Святым без всякого обрезания. Потом Павел свидетельствовал. И вот смотрите, в 22 стихе к какому же выводу пришли первые апостолы. «Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно, Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее. «Апостолы и пресвитеры, братья, находящиеся в Антиохии, Сирии, Килики, братьям из язычников, радоваться. По Елику мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассуждали, рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. «Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъясняют вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам». Заметьте, сначала стоит Святой Дух, потом они. «Не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови и удавленной, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдаясь ее, хорошо сделайте, будьте здравы». Вы знаете, вот это само слово «воздержание», воздержание или дословно самоконтроль, самообладание, это чем-то напоминает тормозную жидкость. Когда человек воздержан, он знает, когда нужно тормозить и когда нужно остановиться, когда говорить, когда прекратить говорить. И вот если мы говорим вот этой о духовной тормозной системе в Ветхом Завете, там было огромное количество разных предписаний, обрезаний, восстановлений, всевозможных правил. Когда мы читаем Ветхий Завет, огромное количество этих правил. И вот апостолы пошли проповедовать язычникам, говорили о благодати, о спасении через Иисуса Христа, и тут же стали появляться уверовавшие в Иисуса, но не слившие старую тормозную жидкость еще со всеми этими иудейскими правилами, постановлениями. Ну тогда же они работали, тогда же это было хорошо, почему сегодня это вдруг стало не нужно. Хотя уже Новый Завет, Новый Завет, заключенный в крови Иисуса Христа, благодать и истина, которые пришли с этим. Но нет, нет, нужно старые, вот эти старые правила, старые постановления, потому да, веруешь в Иисуса, но давай еще обрезываться, давай еще все-все-все это соблюдать и будет хорошо, якобы. Хотя уже время поменялось, время стало другим и дошло до того, что это было, дошло до Иерусалима и там собрались апостолы и Павел туда пришел с Варнавою и все совещались, рассуждали, молились и Бог им показал, что веры во Христа достаточно, не нужно к этому ничего там добавлять, эти все обрезания и прочее, прочее, и прочее, и прочее. Потому они говорят, воздерживайтесь там от крови, удавлены, блуды, не делайте другим того, что не хотите себе. И все, будьте здравы, будьте здравы, вам не нужны эти вещи. Хотя, конечно же, люди иудействующие, они же ссылались на что? Опять-таки на постановление Господа, как, наверное, и Моисей мог оправдывать себя тем, что Бог, ну ты же сам не сказал в свое время ударить жезлом по воде. Это же ведь ты сказал, ну в чем я виноват, если я вот ударил им опять? Но ведь дело-то в том, что это было когда-то, это была другая ситуация. Да, Бог сказал в прошлом. И если Бог сказал в прошлом, это не значит, что теперь это все вот точно так ты должен делать по копирке. Бог творит все новое. И в новом Бог уже не говорил ему ударить. Бог сказал скажи скалей. То есть от слова скала должна была дать воду. Точно так же и здесь. Но ведь эти же постановления были даны Господом и какие-то благословения через них переходили и люди переживали. Да, это было все. Но новое время все и Бог говорит новые вещи. А люди часто продолжают жить на старой тормозной жидкости. Ездить до поры, до времени. Вроде бы как-то работает. Но рано или поздно случаются вот эти духовные аварии. Драгоценные. Сегодня вроде бы с того момента прошло две тысячи лет. Но в то же самое время опять появляются люди, которые говорят, что зачем мы празднуем там Рождество? Зачем вот эти все вещи? Нет, где там в заповеди? Там даже дата не написана. Хотя мы объясняем, что мы не дату празднуем. Дата не имеет большого значения. Мы празднуем само событие Рождество младенца, когда Сын Божий стал Сыном человеческим. Люди говорят, нет, этого не надо. А что надо? А вот давайте праздновать старые ветхозаветные праздники, потому что в этом великий смысл был. Ну, был в этом смысл. Но сегодня, слава Богу, мы во Христе Иисусе находимся в Новом Завете. Нам не нужны вот эти старые правила, постановления, вот эти всевозможные. Все новое. Господь творит все новое. И тут же появляются люди, которые говорят, о, это очень и очень и очень опасно, потому что так, что теперь? Все, что ли, можно? Давайте Библию забудем, Библию отодвинем в сторону, она нам теперь не нужна. Нет, это не так. Нам нужно священное писание, но нам нужно понимать, что Бог говорит сегодня. И именно с этой проблемой постоянно сталкивался апостол Павел. И поэтому, когда, смотрите, он пишет в послании Коринфянам, второе послание Коринфянам, третья глава, видно, что вот Павел прожил вот эти проблемы, с какой болью он пишет. Второе Коринфянам, третья глава, третий стих. Обращаясь к христианам, он говорит, вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. И вот шестой стих, смотрите, он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Нового Завета. Бог дает нам способности, Бог дает нам силу, Бог дает духовные дары, чтобы мы с вами были служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Конечно же, может возникнуть недоумение, что же нам Библия не нужна, ведь вся Библия, что такая Библия? Дайте мне священное Писание, Библию. У кого-нибудь Библия здесь есть в этой церкви? Все только на телефонах. Не надо такую мне маленькую, толстую? Спасибо. Кто это принес такой? Молодец. Вот человек из Азбеста приехал все еще с Библией. Походит полгода это уже. Вот смотрите, вся Библия это сплошные буквы, правда же? Вот все страницы это сплошные буквы. Если буквы убивают, тогда же что? Что нам теперь Библия не нужна? Давайте забудем Библию, оставим Библию, а? Нет. Не случайно я как-то приводил вам высказывание святого Силуана, который говорит, то, что написано Святым Духом, должно быть прочитано Святым Духом. Что такое буква? Буква это бездумное применение слов в Библии. Ну вот так вот написано на Ветхом Завете, ну давайте сегодня, и сегодня так делать. А что апостол Павел говорит? Что когда мы просто бездумно берем Библию, и вот как-то пытаемся вот это вот, ну тогда работало, и сегодня, не размышляя, не рассуждая, то это буква. Это буква, которая не только не будет работать, но она даже вредна, потому что он говорит, она убивает. То есть слепое следование букве приводит к ужасным результатам. но Дух пишет апостол Павел и животворит. Что это за Дух? Это Дух, который пишет не на каменных скрижалях, а на скрижалях нашего сердца. То есть у нас с вами словно не остается ничего внешнего. Да, вроде бы Библия есть, там какие-то заповеди есть, но самое главное, а что он внутри нас говорит? Что он говорит нашему сердцу? это некое взаимоотношение, некое общение с Господом, когда Дух Святой начинает писать что-то внутри тебя, говорить что-то внутри тебя, вести тебя, и именно он помогает тебе правильно видеть букву, правильно применять те заповеди, те постановления, о которых мы с вами читаем в Библии, в Священном Писании, потому что то, что работало когда-то, сегодня может быть не просто нерабочим, а даже опасным, опасным, буквы убивают, Дух животворит, сегодня последнее собрание уходящего 218 года, вы знаете, когда я молился, я ощущаю внутри себя, как Бог хочет сказать каждому верующему нашей церкви, если вы хотите, чтобы 2019 год был не просто старым годом с новой цифрой, чтобы в новом году не просто цифра отличалась, а это действительно был качественно новый год в вашей жизни, в вашем служении, нужно быть более открытым для общения с Господом, для того, что Он говорит сегодня, для того, что Он говорит нам, как Он направляет нас, потому что каждый раз, когда мы сталкиваемся со сложностями и проблемами, намного проще пытаться найти какой-то ответ из прошлого. Я вам рассказывал на одном из недавних собраний о некоторых кризисах в моем служении, я говорил, что второй кризис был как раз связан с тем, что я начал изучать историю церкви, когда я особое внимание уделял отцам реформации, и там, конечно, много интересных уроков, но одновременно с этим я вдруг увидел, что нам не нужно возвращаться во время реформации, как будто вот там что-то было потеряно, забыто, и вот нужно делать как тогда, и тогда вот сегодня у нас будут какие-то благословения, которых мы ждем, но не получаем. Нет, я, с одной стороны, много уроков получил, но с другой стороны, я понял, что если это время было и прошло, значит, так и должно быть, оно было, и оно прошло, извлекая уроки из прошлого, нужно простираться вперед, не нужно жить этим прошлым, не нужно идеализировать прошлое, точно так же, как сегодня немало христиан идеализируют первый век христианства, как будто вот тогда что-то было вот такое, вот, и нам нужно туда срочно вернуться, да, не нужно нам вернуться, вот этот общинный уклад первой церкви в Иерусалиме, да, это было хорошо в то время тогда, до определенного момента, но значит ли это, что мы должны сегодня копировать тон? Да нет, не должны, потому что Господь вчера, сегодня и во веки тот же, Он сегодня говорит, сегодня касается, сегодня мы не должны использовать эти старые тормозные жидкости, которые когда-то были хороши на прошлых там моделях, и они работали, и было хорошо, сегодня ты можешь их взять и оказаться в большой проблеме, потому что ты не взыскал его сегодня, потому что ты действуешь по шаблонам, я когда смотрю на вот этот прошлый год и в конце каждого года я стараюсь видеть и анализировать, что у меня получилось, что не получилось, что я хотел достичь и чего я достиг на самом деле, а если чего-то я хотел, но не достиг, почему не достиг, начинаешь смотреть в прошлое, начинаешь анализировать прошлое, размышлять об этом прошлом, и конечно же очень хочется, чтобы в действительности то, что вот не получилось, оно получилось в 2019 году, и большое искушение, вы знаете, люди часто делают то же, что делали всегда, а хотят видеть того, чего еще никогда не видели, ведь если ты хочешь видеть то, что еще никогда не видел, значит нужно делать то, чего ты еще раньше не делал, значит вчерашние там тормозные жидкости, вчерашние благословения, вчерашние какие-то успехи, они не сработали, нужно искать новое, и вот тут в действительности мы сталкиваемся вот с большой проблемой, вот взыскать это, начать искать всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, взыскать его, вот именно к этому я призываю вас, я понимаю, что вот последние дни уходящего года это довольно нервное время, здесь очень много суеты, даже по дорогам нашего города видно, что пробки больше, чем обычно, загруженность города намного больше, поэтому многие люди, в том числе я, вообще предпочитаю все закупать заранее, чтобы в последние дни никуда не ездить, потому что оказываясь в магазинах, ты просто видишь, что там такая атмосфера нервозности и прочее, прочее, вот почему мы с женой давно уже такое правило для себя взяли, что никакие важные решения нельзя принимать в последние дни уходящего года, потому что, как правило, это будут неверные решения, потому что ты весь вот такой, вот весь вот, 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 нужно все, и люди часто наломают дров, а потом не знают, что с этим делать, поэтому не принимайте никаких важных решений в последние дни уходящего года, это время суеты, время, когда все на нервах, все как-то возбуждены, там, не делайте важных решений, но вот, когда начинаются первые дни нового года, вот такое время спокойствия, время гармонии, время, когда можно выйти в город 1 января, и никого нету, как в советское время, вы знаете, вот в это время спокойствия, вот, хорошее время для духовных поисков, хорошее время для молитв, когда как будто все внутри уже успокаиваться, все, Новый год начался, все пошло, все хорошо, и внутри себя хорошо вот спросить Боже, покажи мне, что новое я должен совершать в 2019 году, чтобы иметь благословение, какие старые вещи я должен оставить в прошлом, иначе я так и останусь со старыми проблемами в новом году, что необходимо изменить мне в моей жизни, может быть, в моей работе, в моем служении, в моем характере, в моем отношении, покажи, Господи, буква убивает слепое следование каким-то вчерашним заповедям, оно чревато, дух животворит, а этот дух общается с твоим сердцем, дух желает это написать внутри тебя, на вот этих мягких, плотяных скрижалях твоей души, написать, вложить это в тебя, и это происходит только при личном, только при живом взаимодействии твоего сердца с Духом Святым, поэтому я призываю вас, драгоценные, не упустите вот этого времени, не упустите, не случайно Господь, вот Он не просто сделал время, а Он каким-то образом его сделал, что есть неделя, да, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, для чего? Чтобы в конце каждого такого отрезка мы могли, обращаясь назад, думать, что там получилось, что не получилось, почему не получилось, чтобы дальше, как я говорил, мы не брали вот этой старой тормозной жидкости в новую систему, в Новый год, чтобы мы искали, что надо изменить, что надо оставить, иначе то, что было хорошо, когда-то будет ужасно сегодня, благословения прошлого станут проклятием настоящего, потому что благословения идут не от того, что ты копируешь прошлого, а от того, насколько ты послушен Богу сегодня, насколько у тебя крепкие и близкие отношения с Ним сегодня, и вот то, что в нашей стране есть прекрасная возможность первые дни Нового года иметь выходное время, несколько дней просто выходных это прекрасная возможность действительно все драгоценные искать его лица, быть в покое, войти вот в эту атмосферу тишины и внутри себя как пророк Аввакум внимать, что скажет Он во мне, что скажет Он внутри нас, и пусть Господь благословит нас в этом живом отношении с Ним. Давайте сейчас закроем глаза, склоним головы в Божьем присутствии. Просто еще раз подумайте о том, как пренебрежение какими-то мелочами приводят к большим трагедиям. Это и на примере новые модели Волги в Советском Союзе, которая могла стать революционной, но не стала. Из-за того, что люди продолжали делать по старинке, по инерции, так проще, так легче, так знакомо. Это мы видим в истории с Моисеем, который видел старую проблему, которая повторилась, и попытался ее решить старыми методами, а методы должны были быть уже новыми, а Моисей это пропустил. И это привело к тому, что Бог сказал, ты не введешь Моисей, мой народ в обетованную землю. Если вы хотите не просто выйти из Египта, но войти в обетованную землю, как в свое время пел Гребенщиков, я ушел от закона, но так и не дошел до любви. Важно не просто выйти из старого, но войти в новое, в новое, в новый завет. Для этого мало просто написанной на камнях буквы. Для этого необходимо живое общение с Духом Святым, ибо все водимые Духом Божьим, суть цены Божьей, мы нуждаемся в водительстве Духом Божьим, чтобы Дух Божий он и букву для нас оживлял, потому что иначе это буква мертвая. Дух Божий направлял нас сегодня, чтобы мы не придумывали от себя, как церковь часто придумывает, куча вещей придумывает, каких-то, берут его из прошлого, а сегодня это уже как-то смешно. так важно, что Дух Святой сегодня говорит, куда Он сегодня нас направляет, что Он приготовил для 2019 года для нас, потому что, возможно, столкнувшись со старыми проблемами, ты уже не сможешь их решить старыми методами, нужны будут новые методы. Откуда? Откуда ты узнаешь их только от общения со всемогущим Господом? Бог жаждет живых отношений, а не просто чтобы мы следовали старым инструкциям. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь. За то, что Ты дал нам не только буквы, Ты дал нам себя. За то, что наша вера это не просто следование написанному руководству, наша вера это живое общение, взаимоотношение с автором Библии, с источником жизни. Я молю, мой Бог, благослови всю нашу церковь, благослови всех наших братьев и сестер, чтобы мы искали Твоего Твоего лица, особенно в первые дни Нового Года, Господь. Я верю, Ты желаешь что-то сказать каждому из нас, предупредить, может быть, направить, положить какие-то новые вещи. Я молю, чтобы мы были чуткие, мы не были слишком озабочены, чтобы мы уделяли время духовной жизни, уделяли время молитвам, удивляли время духовному поиску, Господь. Благослови, благослови, Господь. Мы не хотим, Боже, слепо двигаться вчерашними путями, Ты творишь все новое, и Ты открываешь это своим детям. Поэтому, Боже, я молю, чтобы мы, Твои дети, не пропустили того, что Ты открываешь, внимали, слушали, искали Твоего лица, склонялись перед Тобой, Господь, внутри себя, в Своем Духе, в Своем сердце. Слава Тебе, честь и хвала. Аллилуйя, Иисус. Слава Тебе, честь и хвала. хвала. Возьми руку ближнего сейчас. Вы знаете, давайте помолимся также за всю нашу церковь, чтобы каждое собрание 2019 года, это было не просто мертвая проповедь, вот эти вот сухое пересказывание каких-то старых вещей, чтобы это было реально слово с небес для нас каждое собрание 2019 года. Давайте помолимся, чтобы Бог приводил проповедников, те, которые должны быть здесь, для того, чтобы обогатить нашу общину, чтобы в действительности каждое собрание, каждое богослужение, каждая конференция, каждый семинар, все это было во славу Божьему, и все это было не вчерашней манной, в которой черви, а сегодняшней манной, свежей манной, свежим хлебом с небес. Всемогущий Господь, благослови церковь, Господь, мы хотим, чтобы Ты был главой церкви, не человек, чтобы не я вел своей мудростью Божией, но Ты вкладывал свое откровение, и я молю, мой Бог, дай мне смелости, не бояться делиться Твоим Словом, не бояться быть неправильно понятым, Господь, дай мне смелости, дай мне мужества, Господь, самому следовать за Тобой и вести народ Твой путями Христа, путем живым, путем настоящим, Господь, благослови Иисус, наполни нас, наполни нас, Господь, чтобы каждое собрание Божие была живая вода здесь, и покажи, как мы должны поступать, когда, Боже, нужно ударить, чтобы мы знали, что нужно ударить, когда нужно просто сказать, чтобы мы просто говорили, чтобы мы, Боже, следовали за Тобой, за тем, что Ты совершаешь сегодня, сейчас, в нашем городе, Господь, в наше время, потому что Ты живой, Господь. Спасибо Тебе за историю, спасибо Тебе за то, что Ты совершал в прошлом, но мы жаждем служить Тебе сегодня, Господь. Слышать Тебя сегодня. Следовать за Тобой сегодня, Боже. Благословить церковь, Господь, чтобы она была живой. Не мертвой религиозной организацией, а живым телом. Соединенным живыми связями с главой, которая есть Иисус Христос. Я молю, мой Бог, чтобы Ты был этой живой главой, Господь, и что мудрость да придет от Тебя, ведение да придет от Тебя, направление да придет от Тебя. Я молю, мой Бог, за каждую семью нашей церкви, особенно за те семьи, которые в сложной ситуации, у которых непростые отношения, друг с другом, у супругов или у родителей с детьми, мой Бог, коснись, 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 чтобы каждая семья церкви была живой, чтобы мы не просто не разводились, потому что нам нельзя, но мы не разводились, потому что мы любим друг друга, чтобы в каждой семье была живая любовь Твоя, Господь. говори каждый, я молю за благословение каждого дома, каждой семьи нашей церкви во имя Иисуса Христа. Боже, я также молю, мой Бог, за верующих бизнесменов, те, кто занимается бизнесом, задействованы в каких-то сферах жизни, Господь, чтобы мы не просто копировали то, что делали когда-то, но говори, может быть, кому-то ты будешь открывать новые двери, кого-то направлять новыми путями, Господь, кому-то давать новые детали, которые, возможно, маленькие, но могут все изменить. Я молю, мой Бог, чтобы мы не просто ходили на работу ради денег, но чтобы мы ощущали в этом свое призвание, чтобы мы не чувствовали свою нужность, Господь. Благослови, Господь, каждого верующего церкви в его профессиональной деятельности. Благослови, Господь, также моих сестер, которые занимаются семьей, детьми, Господь, чтобы они не чувствовали себя трезвыми или обделенными, или занимающимися ерундой. Покажи, мой Бог, что это одна из самых важных вещей создавать уют в семье, воспитывать детей, сыновей, дочерей в духе Господнем, в мудрости, Господь. Благослови, мой Бог, благослови, мой Бог, чтобы в этом новом году мы были более успешны в своей деятельности, Господь, чем раньше. Направляй, веди. И также, Господь, я молю за наше служение. Возможно, Господь, ты кому-то в сердце покажешь новые вещи, которые он должен начать в церкви. Новое служение, которые через него должны открыться в нашей церкви. Новое направление. Я молю, мой Бог, чтобы наше сердце было чутким к твоему голосу. Чтобы каждый из нас ощущал себя живой клеточкой тела Христа, которая также имеет связь. Чтобы люди не просто приходили слушать пастора церкви или проповедников, но чтобы сами прежде всего искали твоего лица и имели личное отношение с тобой, слышали твой голос, что Дух говорит церквам внутри себя, в своем сердце. Да придут новые вещи в служение, новое направление к Господь. Чтобы мы не ходили вчерашними путями, мы не просто повторяли вчерашние штампы, вчерашние клише, то, что было живо вчера. Слава Богу, но сегодня, Господь, говори к нам, направляй нас. Сегодня, Боже, мы хотим слышать твой голос внутри себя, чтобы не биться просто в стену, не совершать служение своей силой, не действовать просто по удостоверению своего ума, который так инертен, но чувствовать всегда движение, волну Святого Духа. что Бог делает сегодня, что Господь говорит сегодня, чтобы мы не просто копировали. Слава Богу тебе за то, что ты делаешь в разных уголках земного шара, в разных церквах, Господь. Спасибо тебе за мужей Божьих, которые служат по всей нашей земле, но мы хотим слышать тебя, не только известных проповедников, тебя. Мы хотим слышать твой голос, и мы хотим и знать, что ты желаешь совершать здесь, на этой земле, через нас, в жизни нашей церкви, Господь. При всем уважении к работе тела Христа, Господь, мы жаждем знать, куда ты нас направишь, что ты хочешь в нашей церкви, Господь, совершать в этом новом году. Я молю, мой Бог, избавь нас от слепого следования старым штампом, от копирования предыдущих конференций, предыдущих лет. Мы хотим быть живыми, мы хотим, Господь, не просто бить воздух, но попадать в цель. Поэтому мы нуждаемся в живом руководстве, в живом взаимоотношении с Тобой. Я молю, мой Бог, за всех служителей церкви. Я молю, мой Бог, за всех лидеров церкви. Я молю, Господь, за всех христиан церкви, за всех членов нашей общины. Бог мой, благослови каждого, каждый дорог. Ты знаешь, Господь, как я люблю каждого, каждого здесь, но ты любишь еще больше. И они нуждаются не столько во мне и в моих проповедях, сколько они нуждаются в Тебе и в Твоем Слове, Господь. Я молю, мой Бог, чтобы они слышали Тебя. чтобы даже через проповеди мои, они не просто меня, они Тебя слышали, Твой голос слышали, следовали за Тобой во имя Иисуса Христа, не за мертвой буквы, а за животворящим Духом. Благослови, Господь. О, Роман Деклеи. Аллилуйя. 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 Царство Божье внутри нас есть, Господи. Я молю, мой Бог, чтобы в эти дни перехода в Новый Год мы были, слышали свою глубину, были вот в этих глубинах связаны с нашим внутренним человеком, внимали и чутко реагировали на может быть небольшие изменения, но которые имеют важные последствия. Может быть, Бог, ты что-то хочешь скоординировать, что-то изменить, Господь. У тебя не бывает неважных деталей. Я молю, чтобы мы обращали внимание, Господь, даже на детали, даже на какие-то нюансы. мы слышали, были чуткими, Господь, в своем духе, в своем сердце. Благослови, Господь, благослови, Иисус. Аллилуйя. 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 Аллилуйя, Иисус. Сураман Декей. Аллилуйя, Иисус. Спасибо тебе. Аллилуйя, Иисус. Благослови, Господь, каждого из нас на молитвенную жизнь в эти первые дни особенно, первые дни Нового Года. Благослови наше сердце. Благослови нас чуткостью, благослови нас внимательностью. Благослови, Боже. Слава тебе, Иисус. Говори к нам, Бог. Мы жаждем, мы готовы, мы внимаем. Боже, я чувствую, как прямо сейчас ты говоришь что-то верующим здесь, какие-то вещи, Господь, вкладываешь в отношение Нового Года, в отношение нашей жизни, служения, семьи, работы, всех сфер жизни, Господь, чтобы мы не просто продолжили копировать предыдущие года в Новом, но, Бог, мы двигались в Духе Святом. Благослови, Иисус.